МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы находитесь в музее истории завода. С этих слов обычно начинается экскурсия в музей истории предприятия. Приходят разные группы. Историю о том, как создавался Павлодарский нефтехимический завод, Мария Александровна Петрова знает, как никто другой. Именно сюда, в небольшой, но очень уютный заводской музей, приходят и члены международных делегаций, и новые сотрудники. На предприятии уверены молодому поколению нужно не только прививать уважение к профессии, но и объяснять индустриальную значимость предприятия в масштабах страны. У нас в музее здесь есть очень интересный экспонат. С точки зрения историка, это вообще уникальный документ. Это дневник первого директора завода Виктора Исаевича Брендеса, где он изо дня в день описывал все события, которые происходили на заводе. Сильные морозы, трудно добираться. Вырыли первый кубометр земли под строительство бытблока. Купили первую печатную машинку. Купили, приобрели первую машину для директора завода. Это сейчас Павлодарский нефтехимический завод – крупнейшее в Казахстане предприятие по переработке нефти. А начинался будущий гигант вот с этой площадки. Советские инженеры планировали по НХЗ будет перерабатывать нефтяное сырье западно-сибирских месторождений. А готовая продукция обеспечит потребности сразу нескольких зерносеющих регионов – от Павлодарской области до Алтайского края. Павлодар обеспечен хорошо остальными ресурсами, как вода, электроэнергия, пар. Вот рядом с нами есть ТЭЦ, которая строилась, ТЭЦ-3, для обеспечения паром электроэнергии, северной промзоны, так называемой. А в северную промзону входил химический завод, наш Павлодарский нефтеперерабатывающий завод, картонно-рубероидный завод, и вот ТЭЦ обеспечивала энергоресурсами эти предприятия. Этим фотографиям больше 30 лет. На снимках начало строительства уникального для того времени завода мощностью переработки 12 миллионов тонн нефти в год. Коск завода состоялся в 1978 году. Вот тут фото с митинга, где строители передают эксплуатационникам вот такой символический ключ. И начинается отсчет уже событий завода, который вошел в состав действующих. К примеру, вот фото с митинга по случаю переработки миллионной тонны нефти. Сегодня Павлодарский нефтезавод перерабатывает нефть, производит и реализует нефтепродукты. Заводчане выпускают бензин, дизельное и реактивное топливо, мазут, газ, нефтяной битум, кокс и серу. В 1983 году на заводе впервые в нефтеперерабатывающей отрасли бывшего СССР была внедрена система глубокой переработки мазута. Ее в дальнейшем начали применять и на других предприятиях. В 1983 году был построен второй уникальный тогда комплекс. Он был первым одновременно практически с московским НТЗ. Комплекс глубокой переработки мазута. Потому что было постановление правительства о том, что нужно не только наращивать нефтепереработку как таковую с невысокой относительно глубиной переработки, а нужно строить комплексы установки по глубокой переработке нефти. Тогда, признается Иван Дубинин, одним из главных вопросов стал кадровый. Молодые специалисты были, что называется, на вес золота. Небольшая поначалу зарплата опытных работников не устраивала, а молодые только учились. Это сейчас коллектив по НХЗ – профессиональные нефтепереработчики. Но вчерашних студентов приходилось воспитывать еще с института. Стажеры нефтехимического завода еще на практике узнают специфику сложнейших технологических процессов. Я благодарен государству, что оно предоставляет мне такую возможность стать хорошим специалистом. и предоставил мне такую работу. Сейчас у Антона стабильная зарплата и гарантированный соцпакет. На предприятие приходят работать с целыми семьями. Трудовые династии, которые у нас на заводе есть, тоже здесь у нас представлены в музее. Потому что зачастую во многих цехах сыновья рука об руку работают с отцами, перенимая опыт, ответственность, серьезное отношение к делу. На Павлодарском нефтехимическом заводе сегодня трудится почти 800 молодых специалистов. И у многих когда-то был свой персональный наставник. Такой подход тоже ноу-хау завода. Если по результатам его обучения принятый человек показывает хорошие практические, теоретические знания, мы этому наставнику выплачиваем в полном объеме всю сумму по договору. Как боролись с кадровым голодом на заводе, управляющий директор помнит отлично. Самые тяжелые годы сразу после развала Советского Союза предприятие не жило, а выживало. 91-й год совершенно новые производственные отношения. Разрушены все хозяйственные связи. Необходимо было осваивать рынок. Тогда же впервые в истории завода появились понятия. Довальческая нефть, нефть по схеме замещения. Сырья практически не было. Технологические процессы простаивали. В 1997 году инвестором становится американская компания. Но американцы так и не выполнили обязательства. Имущественный комплекс завода вновь возвращается к государству. Действительно, и мы тоже выживали. Были очень тяжелые времена. Поставка нефти была не в том объеме, который нужно для непрерывной работы завода. Завод работал в так называемом ворваном режиме. То есть накопили там нефть, включились. Накопили сырье для комплекса КТ-1, включились. Но даже в самое тяжелое время жизнь завода всегда была под пристальным вниманием местных журналистов. Первый номер нашей газеты вышел в 1987 году. Газета служит нашим заводчанам первым информатором «Для города» – это вестник, который рассказывает о том, какие события происходят на заводе, какие производственные объекты запускаются. Этой газете отдан небольшой стенд в заводском музее. Он соседствует с историей акционеров предприятия. Володарский нефтехимический завод в состав группы компаний «Казмана Газ» вошел в 2009 году. Когда пришла уже компания «Казмана Газ» в 2009 году, все-таки сейчас стабилизировалась и поставка нефти, и про коллектив я сказал, и инвестиции есть, однозначно существующие установки. Меняем оборудование, все на это деньги выделяются. Перед крупнейшим казахстанским НПЗ сейчас стоят новые задачи. Условия работы диктует рынок, новые правила игры, реалий Евразийского экономического союза. Могу сказать, что рынок сейчас реагирует так, что доля низкооктановых бензинов, я про АИ-8, снижается. Более того, когда будет экологический класс К4-К5, он вообще должен быть выпуск прекращен. Мы значительно сократили за последние в два раза производство низкооктановых бензинов. В истории завода есть еще одна значимая дата – 18 февраля 2014 года. Именно в этот день Павлодарский нефтехимический стал обладателем последнего из шести приоритетных для заводов сертификатов на соответствие национальным и международным стандартам. И сейчас по НХЗ первое предприятие в Казахстане, обладающее всеми шестью сертификатами соответствия системам менеджмента. Мы знаем свой бензин, знаем характеристики. Всегда мы держим запас 0,5, а то и 0,7 единиц по октанному числу и по моторному и последовательному методу. Поэтому я в бензине Павлодарского нефтехимического завода уверен и именно так основные эксплуатационные характеристики у нас хорошие. Павлодарский нефтехимический завод – крупнейший налогоплательщик в регионе. Общая сумма налоговых отчислений и отчислений в бюджет только за прошлый год превысила 15 миллиардов деньги. В последнее время завод перерабатывает около 5 миллионов тонн нефти в год. Девиз предприятия – преображая энергию, стремимся к совершенству. Каким будет это совершенство, заводчане знают. Планы строят вполне конкретные. После программы модернизации выйти на качественно новый уровень работы, выпуская топливо стандарта Евро-4 и Евро-5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова